Ну, ну что? Что? Ну ты какую-то мою фотографию-то вспоминал. Да, да, Серёга, как-то танцевал, вот это было весело. Ну ты теперь танцуй. Танцуй. Нет, это повторение. Танцуй по-другому. Нет, талантливый. Я не знаю, а я не говорю, что я танцевал талантливо. Давай ты, да? Давай футболе. Нет, танцуй. Танцуй. Станцуй мне, пожалуйста. Ты станцевал? Нет, этого маловато. Станцуй. Ну давай, как будто группа Кармен. Давай. Я не танцую группу Кармен. Я тебе покажу сейчас вот так вот. Раз. Движение. Если вы видели, что творит. Давай, давай танцуй. Серёга. Ну, станцуй. Ну, два движения. Вот так? Да, ради Тимура Гедеоновича. Что, Гедеоновича? Да, Тимура Гедеоновича. Всё, вы станцевали. Ну это какие-то гимнастические упражнения. Так даже Тимур Гедеонович может станцевать. Что, Гедеонович? А? Он не Гедеонович. Так, давай в футболе. Давай в футболе. Что, ты выиграл множество пари. Ты счастлив. Вот сейчас. Просто до этого я видел, что ты счастлив. Ну, наверное, был счастлив особенно. Сборная Талия? Сборная Талия, да. Ну, да, я очень рад. Это такая детская страсть. Я ведь начал играть в сборной Талии где-то с 98-го года на чемпионате мира. Скажи, почему ты пришёл на матч сегодня в шортиках и голомоге? А ты видел, какая температура в Москве? Какая температура? Как в Вадалахаре. Плюс 37 градусов. Ну, я в штанишках пришёл. И Котэ пришёл в штанишках. Да. А ты на официальное мероприятие явился в шортиках. Звонил, спросил. Можно ли в шортиках? Да, мне сказали. А на утренние мероприятия... А вот сейчас, днём было жарко, я переоделся, пришёл. Сбать нам вот так. Ну, что же. То есть, мы присутствуем на матче Спартак-Рубин. Спартак-Рубин. Да. Ты сейчас, Олег Яровинский, рассказывал нам о реформе. Я сразу к России перехожу. Да. Как тебе та реформа, которую я выложил первым? Ну, давай, ты серьёзно говоришь на футболе? Уже без танцев, без ничего. Мы сейчас говорим серьёзно. Ты станцевал или пытался сделать вид, что станцевал? Я считаю, что реформы нужны нашему футболу. Мне кажется, они с того начинаются. Мне кажется. В том плане, что есть вполне конкретный запрос, и об этом много говорят, что у нас, к сожалению, с каждым годом всё слабее и слабее лига. У нас с каждым годом всё меньше и меньше денег в футболе. По разным причинам. Экономическим и так далее. Меньше качественные легионеры стали и так далее. Мне кажется, надо начинать вот с того, что РПЛ нужны перемены. И мне кажется, перемены, они не связаны с форматом. Потому что даже если, допустим, формат поменять. Кто будет проводником этих изменений? Кто эти идеи будет менять? Кто будет человеком, который РПЛ сделает новой лигой? И имиджево, и по коммерческим правам, и внешне, и содержательно. Кто это будет? Сергей Пряткин? Ну, сколько на моей памяти было этих попыток за последние 10-15 лет? Ребрендинг, и медведь, и то, и все, и опять 10-е. Но глобально ничего не поменялось. Ни с точки зрения денег, ни с точки зрения, я не знаю, там... Нет, конечно, были изменения там какие-то, да? Но так что-то прям взрыв. И вот лига стала богатой, успешной, сама зарабатывает. Это не просто хэп. На мой взгляд, в РПЛ нужны другие изменения. Они нужны не в чемпионате, не в формуле чемпианта, а в том, чтобы лига, наконец, попыталась сама зарабатывать. Она стала более, как говорят, модной, бизнесовой. Если что случится, то тогда можно там 5-й, 6-й, 10-й шаг обсуждать чемпиан там в 2 круга, в 4 круга, 10 команд, 12 команд, там швейцарская система и любая другая. Но сейчас начинать с этого, мне кажется, это как подмена понятий. Ну, то есть, ты недоволен этой реформой, которую ты прочитал? Я не вижу, что она изменит чемпионат. Она не сделает чемпионат другим, сильнее и так далее. Она, наверное, какие-то таит себе плюсы и минусы, о которых ты очень сегодня подробно говорил, да, о том, что не будет матча Уфа-Спартак или Уфа-Зенит. Но я считаю, что это все второе. Клубы нуждаются в другом. Это и я, как бы мы регулярно общаемся с разными людьми, с разными клубами, они нуждаются в том, чтобы стало больше денег, да, в футболе, не в том плане, что пойти к губернатору там или какому-нибудь спонсору, а чтобы эти деньги были в лиге. Я много раз говорил, мне кажется, цель такая, чтобы разница в деньгах между 7 и 8 местом была миллион евро, например, или 2 миллиона евро, или там 100 миллионов рублей. Тогда клубы будут понимать, что это место, им приносит 100 миллионов рублей, эти деньги они могут зарплатить и так далее. Но это может быть только если лига будет зарабатывать больше денег. Ты понимаешь, почему Александр Валерьевич блокирует назначение Ашрота Хачатурянца? Ну, я не знаю, блокирует ли он, я лишь не понимаю, почему этого не происходит. Потому что, на мой взгляд, Ашрот Хачатурянц, человек, который там многое сделал для судейства, уже показал, что он человек большого масштаба с точки зрения бизнеса, с точки зрения авторитета и так далее. Он не боится, там у тебя какие-то серьезные шаги. Я знаю, что все клубы РПЛ, ну, большинство топ-клубов РПЛ, все его уважают, все его ценят, все понимают какую-нибудь гигантскую работу, проделки, иногда беря на себя удар, идя на непопулярные шаги, потому что и ты, помнишь, в прошлом году, и многие другие говорили, вот, там, то-се, судейство. Ты решила до изгнания Вилкова и в строительный бизнес, и Яськова в образовательный? Вообще, в принципе, говорю, изменения, которые происходят. Я считаю, что это большой, как бы, шаг. И, на мой взгляд, если РПЛ возглавляет в В4АНС, это будет только плюс для Лиги. И с точки зрения авторитета, с точки зрения бизнеса, да, потому что, очевидно, человек, там, большого масштаба, как я уже сказал, с точки зрения, там, разнообразных бизнес-структур, он может привлечь, ну, как говорят, инвестиции, да, рекламные контракты, спонсоры, это может дать новый виток развития. Ну, и потом, когда, в принципе, изменения, там, революционные, или какие-то нужны, лидер проекта, да, лидер движения. И мне кажется, если учесть, что клубы в большинстве своем поддерживают Качатарянца, причем это не скрывают, да, и об этом более-менее все знают в футбольной тусовке или песочнице, как говорят, то мне кажется, что... Сообще-то, давай называйся сообще-то, да, сообще-то. То, мне кажется, наоборот, шаг, который был бы логичен. Тебе не кажется, что вот вчера мы увидели то, что РПЛ в своем нынешнем виде умерла? Ну, то, какой комментарий дал РПЛ и какой комментарий к вечеру, спустя 12 часов после публикации моих инсайдов, дал РФС. Ну, разная степень погружения. У тебя не сложилось впечатление, что в РПЛ вообще не были в курсе того, что готовится и того, что вот на исполкоме завтра будет рассматриваться? Ну, то есть, считаешь, что это параллельное движение вообще происходит? Либо это уведомительный порядок. Мы вот разрабатываем, вы будете там жить вот так и так и так. Ну, если это так, то почему все время идет ссылка на то, что РПЛ – самостоятельная структура? Почему ты понимаешь, что это уже не так? Ты понимаешь, что это уже не так? То есть, РФС становится монополистом. То есть, они подмяли под себя ФНЛ, забрали контроль. Да, произошел аншлюз ПФЛ. Аншлюз? Каким языком, каким термином ты выражаешься? Ну, а как бы все, ПФЛ забрали, подмяли под себя. То есть, теперь осталось только РПЛ. Это произойдет там или РПЛ изберет себе там другого президента, который будет действовать нормально, работать там с утра до вечера, предлагать идеи и переводить деньги. Или произойдет аншлюз РПЛ, как это произошло с ПФЛ. Не, ну я еще раз говорю, по этой причине РПЛ нужны изменения не в том плане, что мы должны играть по швейцарской системе, а в том плане, что мы должны начать менять РПЛ с главного. Ты понял, что такое швейцарская система? Сразу вот как. Ну, это в шахматах же была история. Ее впервые применили в Цюрихе, поэтому называли швейцарской системой, если не ошибаюсь. Ну, ты подкованный парень, да. По-моему, еще такой. Я не могу сказать, что я специалист. Подкованный парень. Слушай, что ты думаешь по поводу слов Артема Дзюбы, которые были сказаны три года назад? Мне в интервью, когда я еще работал в Спортэкспрессе, было блестящее интервью. Мы его с ним... Твои интервью блестящие, конечно. Да, твои интервью. Да, но теперь его как бы поминают почем зря. Так, о Мончине? Да, ну, интервью у Мончине. Ну, то есть, там было сказано, что по делу. Это говорят, к сожалению, люди не слишком осведомленные. Потому что у Мончине была репутация и в Италии достаточно специфическая. То есть, ну, до, я имею в виду, до успеха на Евро. Ну, вообще, до сборной Италии такая, что он, ну, такой тренер, непонятный. Понторез. Ну, частный, можно так говорить. И то, что надо понимать одну простую вещь. Мончине человек, как бы, настроение. И человек такого куража футбольного, тренерского. В Петербурге, в Зените, он этот кураж не поймал. Ему все это было неинтересно. Да, ну, первые полгода было интересно. Да, когда был Константин Сарсани, он вот сюда ездил вместе с Калантином. Они смотрели матч Спартака, готовились. Ну, это была прям жизнь. Кипела жизнь. Они реально круто играли. Потом трагедия, да, Сарсани. Потом, кстати, была уже история с Мончине. Потому что его ведь в ноябре Италия не прошла на чемпионат мира. Да, на чемпионат мира, да. И с декабря его стали уже хантить, так же говорят, хантить. На пост-тренера сборной Италии. Вообще, это слово свойственно куте, ну, ладно, ты его придешь, что ездить. Приглашать. Да, приглашать. Приглашать тренера в сборную Италии. И примерно с января, мне кажется, что его все мысли уже были там. Что он уже понимал, что ему все надоело. Он не любил. Да, солнца мало в Петербурге. Там игроки, ему отношение игроков не нравилось. Были проблемы, то есть все. Ну, не сдалось. Потом говорят у него, говорят, что у него какая-то появилась любовь в Италии. Ну, новая подруга. И у него было важно, чтобы они месяц больше времени проводили. Она в Петербург не переезжала. И это все тоже сыграло свою роль, что разлука. А если бы у тебя появилась новая любовь, это бы повлияло на твою работу? Смотри, где бы она была. Не, ну просто Костя человек семейный. Я смотрю так, у него постоянство есть. А ты человек не семейный. И у меня есть тут вопрос в этом смысле. Если бы у тебя появилась новая любовь, это бы повлияло на твою занятость? Ты просто покраснел, как будто мы находимся в Гвадалахаре. Мы находимся в Гвадалахаре. В Гвадалахаре. Да, в Мексике. Ты говоришь, как Сергей Пряткин, вы говорили слово сертификат. В Гвадалахаре. В Гвадалахаре, да. Так повлияло бы или нет, если бы у тебя была новая любовь? На что повлияло? На твою трудовую занятость, на твою работу. Ты бы стал работать лучше в Дигабусе. Конечно, лучше. Энтузиазм, сразу крылья выросли. Это же так, наша любовь, это же хорошо. Ну да. Слушай, ну что, еще про сборную Италии-то я у тебя хочу спросить. Ты считаешь эту победу, ну как бы, наказанием Англии за карму, за то, как нырял Стерлинг? Да нет. Какая карма? Абсолютно не связана. Просто итальянцы, они были к этому готовы. Там много есть плюсов, много есть нюансов у Италии, почему победа случилась. Там великолепный вратарь, да. Безусловно, итальянцы знали, и они доводили серии пенальти с Испании, с Англией. И понимают, кто у них стоит в воротах. То есть, Донарума, очевидно, человек уже без нервов, в сумасшедшей форме, с великолепными данными и так далее. Они все понимали. Понимаешь, когда у тебя играют в воротах Буфон, Дзов и сейчас Донарума, твои игроки понимают, что ты можешь добивать, дождаться серии пенальти. То же самое касается и защитников. Понятно, что Банучи и Килини, они уже в возрасте, но они прям, знаешь, они прям были лидерами, они были выжаками этой сборной. Там же сейчас много я читаю нюансов в итальянской сборной, как это все происходило, и с точки зрения Банучи, как он ввел партнерки, какие были речи в раздевалке, какие линии и так далее. Они были такими выжаками, да, они даже как бы, ну, были больше, чем люди на футбольном поле. Они сплотили вокруг себя команду. Это тоже был важный фактор. Поэтому, на мой взгляд, нет, это не то, что карма за Англию. Нет, Таталья играла в понятном футболе. Они ведь в первом тайме с Англией, когда они проигрывали, они там пытались, старались туда-сюда, контроль мяча, не получалось ничего. Да они зассали, что они второй получат, Нобель, после 0-1. Я понимаю, что это тебя обижает. Они испугались, что сейчас второй их втопчет в газон. Я удивился, почему англичане их там не душили на второй. В первом тайме, да. В первом тайме. Ну, слушай, они должны были выжать в момент. А в втором тайме они поняли, и эти проходы Килини вперед, и Банучи, это все было как бы, мне кажется, логично и естественно, что они делали. Ну да, слушай, но тебе понравилась речь Станислава Саламовича, то есть, вот ты солидарен с теми, кто был на пресс-конференции. А, пресс-конференции. Пресс-конференция. Если бы он не пошел туда, мне просто не нравятся эти речи, потому что, на мой взгляд, это совершенно нормальный шаг. Потому что, как только ты пошел в другую редакцию, тебя все остальные просто бы сожрали, потому что дал эксклюзив другим. А он пошел абсолютно нормально. Я не считаю, что РФС был прав, отговаривая его. Он пошел разговаривать со всеми, понимаешь? Потому что пошел бы он там на матч ТВ к Черданцеву, все бы сказали, ну, Черданцев будет лизать. Понимаешь? Так. Пошел бы он там в другое издание, все бы сказали, блин, ну там лояльно. А он пошел ко всем, это надо уважать, мне кажется. Другое дело, что он там наговорил. Это вещи, это, понимаешь, это идет одно от другого. Ты не можешь сказать, что он прав, что пошел. Конечно, прав. Конечно, общаясь с прессой, это супер. Да. Мы это поддерживаем, ты и я всегда. Но, есть другой момент, что, какое было содержание этого разговора. Да. Ну, содержание слабоватое, да. Не отработано, я не понимал, что он хочет сказать. Он был бы готов, то есть, вот в этом проблема. То есть, если бы он, может быть, потренировался, или спич-райтер, не знаю, как это правильно сказать, то, возможно, был бы другой эффект. Но, мне кажется, вот эта уверенность Черчесова, которая, в принципе, в жизни есть, и это, наверное, хорошее качество для человека, для мужчины. Да, это, может быть, тренер, лидер футбольной команды. Это уверенность в том, что я пойду, я с этими журналистами поговорю и все объясню. Да. Она сыграла обратную сторону. Он не смог как бы объяснить доступный язык. В этом проблема. Но он-то шел, наверное, с идеями, что я там не справлюсь с двадцатью журналистами, с вопросами. Насколько нужно быть великим и уверенным в себе человеком, чтобы на такую аудиторию федерального канала в прямом эфире взяться, трактовать слова президента. Это, в общем, это или ты уже поймал звезды, или ты настолько прифигел. Да нет, это просто уверенность. Это такая самоуверенность человека. Это же во всем проявляется. Он такой человек. Я не сужу, это хорошо или плохо. Это, в принципе, черда характера. Он уверен всегда в том, что он умнее, смелее, хитрее остальных. Ну, как бы, в большинстве своих. Тебя возмутило ты от цитата по поводу того, что 50 секунд, а Рустамян, мы дружим, но вот он так решил. 30 секунд, он сказал. 50, он, по-моему, сказал. 50, да. Сколько надо было вырезать? Ну, я не считал, там, сколько надо было вырезать. Больше? Там больше было. Ну, может быть, минута, может быть, гости. Может, минута 20, может, 45 секунд. Ну, больше минут, по-моему. Да. Что меня смутило. Мы уже эту тему сто раз обсуждали. Стои раз обсуждали. Давай. Что тебе смутило? Ну, ты... Там больше, да? Там два вопроса. По поводу Ютьюба и по поводу по праву к Конституции. А что он такого сказал? Что он не смотрит Ютьюб, имеет право... Конечно, имеет право. Любой ответ – это нормально. Просто в 21 веке это странно, но что делать? Не знаю, закрытая там, не знаю, тема. Это вполне логичный вопрос. Еще раз. Я уже об этом писал. Мы были не против... Ты мне что-то надиктовывал Александру Мужнику. Неважно. Это просто байка такая есть в журналистских кругах. Да. Что у тебя есть негр свой литературный. Маш начинается. Давай. Саша мой большой друг. И мы с ним вместе работаем, ведем несколько наших площадок. Ты не думаешь это выложить? Нет. Ну, для истории. Еще раз. Для истории. Мы с Черчесовым друг друга уважаем. Да. И то, что он его не согласовал... Мне кажется, Алик Яровинский пошел, он тоже у него не учился. Так, не согласовал. Да. Поэтому я как человек порядочно, надеюсь. Я сказал, ну, если не согласовали, значит, я не выложил. Все, в чем вопрос? Давай пойдем потихонечку. Да, давай. Слушай, ну, ты веришь в то, что в РФС говорят о том, что Боша не рассматривают? Вот я не верю, я сразу скажу. Потому что я знаю, что с русскими говорили, но всем сказали молчать, чтобы опровергать, чтобы там не было такого, что всем предлагают, а всем отказываются. Или ни с кем не могут договориться. По Бошу, по Бошу, я не знаю, я тебя слышал. Я у тебя читал. Кстати, читаете футбольные биги. Да. В Телеграме. И сам раздобыл информацию, что какой-то контакт с Бошем был. Он был, условно, консультативный, да, типа, дружище не хочешь возглавить, Спартак. Да, не Спартак, а сборную. Сборную России, да. Например, да, или это был, я не знаю, предложение, я не знаю, кто звонил там лично. Актина Валерьевича или, там, не знаю, какой-то агент, представитель. Я не знаю, но, по-моему, контакт был. А что касается тренера, кто им будет, ну, судя по всему, это будет иностранный тренер. Мне это очень интересно. Тебе нравится кандидатура от Доменика Тедеско? Ты же с ним вроде как интервью делаешь, да? Эксклюзивное. Уже два месяца, три месяца. Казалось, что Тедеско не так просто в этом вопросе. Тедеско, ну, я не знаю, мне кажется, что это такой вариант не самый очевидный. То есть он интересный, о нем можно думать, рассуждать, но это не самый очевидный вариант. Вот такой он, а спросить. Вы знаете, матч идиота, а что, что комментатор, что спортивный директор Рубина, на него не собираются идти. Какой, внимательно. 26, сэр, 26, все нормально.